Всем привет! В этом видео поговорим о том, как новый подводный атомный крейсер Красноярск спущен на воду. Северодвинское предприятие Севмаш завершило строительство второй серийной атомной подводной лодки проекта Ясень-М-855. Новая подлодка получила название Красноярск. Спуск на воду нового судна состоялся 30 июля текущего года. Стоит отметить, что 7 мая 2021 года состав военно-морского флота России пополнил первый подводный атомный крейсер «Казань». Две другие подлодки этой серии, подводные крейсеры Северодвинск и Новосибирск, поступят на вооружение до конца текущего года. Еще три новые подлодки Архангельск, Пермь и Ульяновск находятся на стапелях завода в процессе строительства. Строительство еще двух подводных крейсеров Владивосток и Воронеж заложили в июле 2020 года, но передача их российскому флоту запланирована на 2027 год. Атомный подводный крейсер «Красноярск» относится к четвертому поколению российских многоцелевых атомных подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами. Всего планируется построить 9 аналогичных по своим характеристикам подводных судов. В строительстве новой подлодки использована маломагнитная сталь, на которой носено резиновое покрытие, снижающее заметность судна для обнаружения радарами противника и гидролокаторами. В носовой части корабля установлен гидроакустический комплекс «Иртыш» и «Аякс», способные фиксировать наличие в море объектов в радиусе до 600 километров от подводного крейсера. При этом в радиусе 100 километров российские системы обнаружения способны определять тип судна, его класс, размеры, направление и скорость передвижения. Атомный подводный крейсер «Красноярск» является быстрым и маневренным. Скорость его передвижения под водой достигает 60 километров в час, а предельная глубина покружения достигает 600 метров. Длина подлодки «Красноярск» составляет 130 метров, при ширине корпуса в 13 метров, а ее водоизмещение превышает 13 тысяч тонн. В качестве вооружения используются крылатые ракеты «Калибр» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон». При этом сама подлодка оснащается комплексом противовоздушной обороны «Игла» и зенитным комплексом «Верба». В завершение отмечу, что затрата на строительство одного атомного подводного крейсера проекта «Ясень-М» по данным Министерства обороны России составляет 41 миллиард рублей.